Вопросы происхождения Откуда мы пришли, определяет то, куда нам нужно идти. Наше происхождение задает наше предназначение. Мы увидели, что никакие натуралистические теории не объясняют возникновение того мира, в котором мы живем. Неживого, живого. Они не объясняют существование человека, того человека, которого мы знаем, который может любить, может страдать, может заботиться о себе подобных. Встает вопрос, на чем же основано вообще наше знание? Мы видели, как то, во что мы верим, определяет то, как мы живем, и то, к чему мы в итоге приходим. Либо мы вообще не можем знать, как возник мир, как он существует, и тогда действительно мы не можем знать ничего. Ни то, почему мы здесь, ни то, зачем мы здесь, кто мы такие. Либо нам это может быть лишь открыто, ибо если мир действительно сотворен, то тот самый Творец, который создавал этот мир, является свидетелем творения, и он нам может открыть, с какой целью, для чего он это делал, и каково наше место в этом мире. Мы можем видеть, как на протяжении последних 100-150 лет, когда наука пыталась отвергнуть идею Творца и обойтись без нее, чем больше попыток производилось, тем больше и больше было найдено доказательств тому, что без этой идеи обойтись невозможно. И из всех, какие бы мы не встречали на земле религиозных верований, мы видим лишь то, что говорит Библия, полностью соответствует правде о том мире, в котором мы живем. Так, мы видели, что астрофизика выяснила, что наша Вселенная не существовала вечно, у нее было начало, она возникла в некий момент времени, и это был первый момент времени, ибо до этого не существовало времени, не существовало пространства, не существовало энергии. Об этом и говорит нам Библия. Вначале Бог сотворил небо и землю. Мы видим, что физика элементарных частиц подошла к уровню, когда различные формы материи, вещество и поле уже неразличимы. Мы знаем, что мы можем описать электрон как частицу, и это будет правильное описание, но это будет неполное описание. Мы можем описать электрон как электромагнитную волну, и это тоже будет правильное описание, и оно тоже будет неполным. Полностью мы можем описать поведение электрона лишь в терминах информации. То есть информация является ведущей, информация является определяющей. И вещество, и поле являются лишь носителями этой информации. Но именно об этом и говорит нам Библия. Вначале было слово, говорит Евангелие от Иоанна. Словом Господа сотворены небеса, говорит псалмопевец. Веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое, пишется в послании к евреям. Мы с вами говорили о началах термодинамики, о первом и втором начале, о том, что общее количество материи и энергии в мире не изменяется, но при этом все распадается, все приходит к своему концу. Сложные элементы распадаются на более простые, живое умирает, но именно об этом и говорит Библия. Библия говорит, что когда Бог сотворил небо и земли, он совершил все дела свои к седьмому дню и более ничего не творит. С другой стороны, Библия говорит, что после греха человеческого, после того, как человек согрешил, смерть вошла в мир, и земля была проклята, она была отдана в рабство тлению, как говорит Писание. То есть тление, распад, умирание является неизбежной, имеет неизбежную власть над этим миром. Этот мир находится в рабстве тлении. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, «Тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившему ее, ибо знаем, что вся тварь», то есть творение Божье, совокупно стенает и мучится до ныне. Микробиология проникла в строение живых организмов, тех организмов, которые во времена Дарвина называли простейшими. И оказалось, что столь сложный механизм не может возникнуть случайным способом, точно так же, как и более сложный организм. Само понятие «сложность» оказалось уж никак не связано с размером существа. Палеонтология обнаружила со времен Дарвина миллионы остатков древних ископаемых существ. Среди них найдены ископаемые виды, которые продолжают жить по сей день. Найдены вымершие ископаемые виды, они вымерли, подвели Дарвина, не превратились во что-то другое, а взяли и вымерли. Но никаких промежуточных видов, никаких видов, когда начинаются преобразования из одного класса существ в другой, не обнаружено. Генетика выяснила, что мутации на генетическом уровне носят лишь дегенеративный характер. Улучшения от этого не происходит. В живые организмы изначально заложена какая-то информация, и в результате мутации эта информация может лишь теряться. Ничего нового не создается. Более того, мы научились считать количество хромосом, присущее каждому организму, и можем увидеть, что увеличение хромосом тоже никак не связано с усложнением. Могут организмы, имеющие меньше хромосом, такие же сложные, как и организмы, имеющие больше хромосом. У человека хромосом вдвое меньше, чем, допустим, у карпа или у речного рака. Но это не значит, что карпы или речные раки более развитые существа, тем более уж появившиеся в результате эволюции из человека. Далее, информатика, которая наука, появившаяся совсем недавно, она научилась подсчитывать информацию. Она научилась ту информацию, которая заложена в каждом живом существе, выражать математически и как-то ее обрабатывать. И выяснилось, что количество информации в одной молекуле ДНК настолько велико, что для ее случайного возникновения не хватило бы времени в миллиарды-миллиардов раз превышающего возраст нашей Вселенной. Систематика научилась классифицировать биологические классы различным образом. Но стало просто еще более ясно, что только потому мы можем систематизировать классы, виды, роды, семейства, потому что они отличаются друг от друга. Между ними нет никаких промежуточных форм. Иначе бы сама систематика была невозможна. Вы просто бы видели сплошной, в общем-то, непрерывный спектр разных характеристик. И в итоге от натуралистических и материалистических подходов мы видим, что то, что говорит Библия о нашем мире, совершенно точно совпадает с тем, что мы знаем о мире из наблюдений о нем. Откуда появилась Библия эта информация? Откуда это было известно древним людям? Единственный к тому аргумент, единственное объяснение, это то, что Библия является откровением. Тот, кто создал этот мир, знает об этом мире лучше всего. И он открывает это людям. и лауреат Нобелевской премии Макс Планк, создатель научной теории, которая называется квантовая механика, сказал об этом так. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше, и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга. Обе религии, естественная наука, требуют для своего обоснования веры в Бога, но для первой религии Бог стоит в начале, для второй науки в конце всего мышления. Для религии он представляет фундамент для науки венец разработки мира созерцания. И действительно, наука, на которой мы пытаемся строить свою жизнь, она базируется в наших взглядах. Но либо наши взгляды результат нашего же мнения, а мы знаем, что сколько людей, столько и мнений, и в итоге мы не сможем узнать, знаем ли мы что-либо. Мы видим, как появляются новые теории, появляются новые знания, и старые теории отмирают. И в итоге мы даже не знаем, что же мы именно знаем, а чего не знаем. Придет новое знание, и мы узнаем, что все, что мы знали, было неправильно. Нам для нашего знания нужно какое-то основание. Либо это основание у нас есть в виде откровения Божьего, либо у нас вообще нет никакого основания. Любая форма пантеизма, обожествления природы, когда мы вместо Бога начинаем почитать его творение, мы видим, что мир устроен разумно. И мы говорим, это потому, что мир сам обладает атрибутами разума. Он сам себя так устроил. Это форма, любая такая форма пантеизма, будь это материализм или атеизм, это вера, лишенное основание. А вера, лишенное основание называется суеверием. Будем ли мы следовать суеверию или мы хотим строить свои знания на твердой основе. Другой твердой основе, кроме откровения, мы найти не можем. За доказательствами не нужно далеко идти. Люди, которые ударились в эти суеверия, они не скрывают. Так, например, астрофизик Айзек Азимов, у нас он известен более как писатель-фантаст, но он был еще и астрофизиком, довольно известным, прямо говорит, у меня нет доказательств, что Бога нет, но я настолько сильно убежден в этом, что считаю излишней тратой времени искать доказательства. Это заявление человека, считающего себя ученым. Научное это заявление или религиозное? Мы видим, что оно основано чисто на вере и не надо нас беспокоить своими доказательствами, я знаю, во что я верю и без этого. Об этом пишет апостол Павел. Он в послании к Римманам, первая глава двадцатых стих, он прямо говорит, что люди, которые отвергают Бога, не имеют к этому никакого, не имеют никакого оправдания этому, потому что то, что можно знать о Боге, явно для них, потому что божество его, его могущество, его всеведение, мы можем видеть, наблюдая его творение. Но люди отвергли Бога и, как пишет апостол Павел, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злорещивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Не узнаем ли мы в этом описании, составленный 2000 лет назад, тот мир, в котором мы снова оказались, благодаря тому, что мы отвергли своего Творца. Противопоставление атеизма и теизма, веры в Бога и неверы в Бога, это не спор между наукой и религией, это спор между наукой одной религии и наукой другой религии. Одной религии, которая имеет твердое основание в Божьем Откровении, другой религии, которая лишена основания, которая является суеверием. Мы можем изучать Библию и в текстах, написанных много тысяч лет назад, находить крупицы знания, которые нам только сейчас современная наука при всем ее достижении открывает. Мы уже вспоминали цитату из книги Иова, где говорится, что Бог простер север над пустотою, и повесил землю ни на чем. Это написано многие тысячи лет назад, задолго до того, как люди узнали, что земля круглая и что она действительно висит в пространстве. Умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, обещает Бог Аврааму. И это в древней вавилонской цивилизации, когда людям было доподлинно известно, сколько на небе существует звезд. Ибо до изобретения телескопа количество звезд на небе было точно известно, около полутора тысяч. Все они были посчитаны, занесены в каталоги. Это те звезды, которые видны невооруженным глазом. Количество же песка на берегу моря измерить невозможно. Это факт. Но когда был совсем недавно изобретен телескоп, оказалось, что количество звезд действительно сопоставимо с количеством песка на берегу моря, что и то, и другое, несчетное количество. Откуда знал об этом Моисей, когда записывал это? Моисей записывал это как слова Бога. Они были ему открыты непосредственно Создателем. Другого объяснения этому мы найти не можем. В той же книге Иова говорится «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль?» Именами Хима и Кисиль в древние времена называли созвездия Плеяды и Орион. Нам известно сейчас, что звезды движутся одна относительно другой с огромными скоростями. И поэтому если мы смотрим на форму созвездия и могли посмотреть на форму того же созвездия через несколько тысяч лет, форма была бы совершенно другой, потому что все эти звезды двигаются в разные таким образом, что его видимая форма с земли всегда остается такой же самой. Откуда это было известно во времена Иова? Когда он ветру полагал вес, говорится о Боге в книге Иова. До совсем недавнего времени люди пытались проверить это положение экспериментально. Проводилось множество экспериментов для того, чтобы определить вес воздуха. Эксперименты показывали ввиду неправильной постановки эксперимента, что воздух веса не имеет. И лишь когда Торричели поставил свои известные эксперименты, выяснилось, что действительно воздух имеет вес. То, о чем Библия говорила с самого начала. То, что мы называем атмосферным давлением, это не что иное, как вес того воздушного столба, который находится над каждым из нас. Многие древние считали Солнце и Луну примерно одинаковыми. Очень многие примитивные культуры на этом и стоят. что Солнце и Луна примерно одинаковы размером. Почему? Потому что угловая величина Солнца и Луны, которую мы видим с Земли, примерно одинаковая. Хотя находились мудрецы, которые утверждали, что на самом деле Луна гораздо больше Солнца. Просто она очень далеко, потому-то свет от Солнца доходит более ярким, чем свет Луны. Но опять же в книге Бытия, в самой первой книге Библии сказано, что создал Бог два светила великие. Светила большая для управления днем и светила меньшая для управления ночью. Я занимаюсь геофизикой, весьма был опять же поражен, читая Библию. Каждый геофизик знает такое явление, как изостазия. Мы знаем, что различные горные породы имеют различный вес. Одни тяжелее, одни легче. Но если мы возьмем каждый участок Земли и померяем вес всего этого участка вместе взятого, то вес каждого участка Земли будет точно такой же, как вес любого другого. Вся Земля находится в полном равновесии. На горели, в долине ли, вес какого-то определенного грузика всегда будет одинаков. Это явление называется в науке явлением изостазии. Но в книге пророка Исаии сказано, кто вместил в меру прах Земли и взвесил на весах горы и на на чашах весовых холмы. Также нам известно, что Земля имеет форму сферы, и когда с одной стороны Земли день, с другой ночь. Когда люди верили, что Земля плоская, это было неочевидно. Считалось, что если день, то день везде, если ночь, то ночь везде. И вот в древней Палестине Иисус, говоря о втором пришествии, говорит, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть это явление будет видно сразу всем одновременно. И тогда же он говорит, будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. То есть в то время, как в одном месте люди будут работать, в другом месте люди будут спать. Это сказано иудеям, у которых день был весьма четко расписан по часам и ночь это было время положенное для сна, день, время положенное для работы. И мы видим, что это все сказано в Библии. Более того, мы можем копнуть дальше в теорию информатики. Представьте себе, что вы потерялись на плоту в море и у вас с собой примитивный радиоприемник, работающий на одной единственной волне и только лишь в коде Морзе. А на берегу стоит огромный трансляционный центр, который показывает телевизионные передачи по всем каналам, передает музыку. Сможете ли вы при помощи своего приемничка с ним связаться? Никогда. Ваш приемник и этот центр информационной системы разного уровня. единственный способ вам связаться с ним это если этот приемник так сказать смирившись откажется от всех своих преимуществ этот трансляционный центр откажется от всех своих преимуществ и выйдет в эфир на вашей чистоте на вашей волне именно в том самом коде который вы можете принять. Это единственный способ при помощи которого информационная система нижнего уровня может связаться с информационной системой более высокого уровня. Но именно об этом и говорит Библия. Библия говорит нам что Бог в Сыне Своем явился в том же виде что и у нас Он явился в оплоти человеческой и нам на том языке которым мы можем который мы можем воспринимать рассказал о своем великом плане спасения которое Он нам дал. Другой возможности при помощи которой Бог информационная система более высокого уровня могла бы полностью открыть себя человеку просто не существует и Библия говорит что именно в Иисусе присутствовала вся полнота Божества телесно и именно в Иисусе человек получил наиболее полное откровение это полностью соответствует тому что нам известно обмене информации между информационными системами разного уровня существует ли хоть еще одна религия существует ли хоть еще один источник который люди почитают за священный который бы нам говорил об этом в итоге мы приходим к пониманию что Библия действительно является откровением она открывает человеку истину и хотя она не в общем-то создана для того чтобы человек по ней изучал физику или химию она раскрывает говорит об истине в рамках того мира в котором мы живем и когда она касается вопросов физики химии биологии она верна до каждого до последнего слова и чем больше мы узнаем о мире изучая его тем больше нам открывается действительно премудрость Бога сокрытая в Библии которую до этого мы не знали представьте себе любую книгу по науке написанную 50 лет назад написанную 100 лет назад в свое время в 22 году Нильс Бор должен был писать статью в энциклопедию о радиоактивном распаде статья заканчивалась словами практического применения иметь не может и сейчас мы знаем какое практическое применение имеет радиоактивный распад и в атомных электростанциях и в атомной бомбе любая книга касающаяся научных вопросов стареет очень быстро уже через год через два через три многие вещи которые написаны в ней кажутся наивными как мы сейчас с усмешкой читаем книги в которых рассказывалось о том что неживая материя сама превращается в живую и что слизь превращается в лягушек это наивные взгляды это были научные взгляды своего мнения любая научная книга стареет те данные которые записаны в библии они не устаревают чем больше мы знаем мир в котором мы живем тем больше и больше мы узнаем того что нам говорит об этом библия что до нынешнего момента нам было непонятно было от нас сокрыто потому-то великий апологет четвертого века человек заложивший основы изучения библии на научной базе Василий Великий сказал так но если в сказанном доселе кажется тебе что-либо правдоподобным то обратись с изумлением к божьей премудрости которая так сие устроила ибо изумление перед великими предметами не уменьшается когда открыт способ которым произошло что-нибудь необычайное а если не открыт то простота веры да будет крепче доказательств от ума в этом действительно понимание сущности нашего знания если мы будем пытаться из своего собственного ума выводить те или иные положения не имея основания то мы рано или поздно сами себя заведем в тупик Библия слово Божье и все что в нем сказано является истиной если мы видим что то что мы наблюдаем противоречит ему в первую очередь надо задаться вопросом правильно ли мы понимаем то что наблюдаем уже много раз за прошедшее столетие человечество думая что оно наконец-то опровергло Библию было постыжено ибо либо неправильно понимало то что наблюдало либо вообще наблюдало совсем не то и остается всегда ценным рецепт Василия Великого если не открыт способ которым это сделано простота веры да будет крепче доказательств от ума и об этом же говорит и автор послания к евреям он говорит что верою познаем что веки устроены словом Божьим так что из невидимого произошло видимое но при всем при том мы должны помнить что Библия это не учебник физики химии биологии не учебник природоведения и написана эта книга и дана эта книга человеку совершенно с другой целью равно как и мы только что говорили о том как Бог открыл себя человеку в Иисусе Христе но многие верования признают Иисуса Христа великим учителем и они как раз говорят о том как Иисус явился на землю для того чтобы научить людей для того чтобы открыть людям истину для того чтобы люди стали умнее люди стали лучше и он был великим учителем или великим философом или великим пророком который рассказывал людям правду и это так в общем-то верно но это не вся правда дело в том что Иисус пришел не учить он пришел для того чтобы искупить мир от того греха которому весь мир наш подвержен мы с вами говорили что в результате человеческого грехопадения мир пришел в то ужасное состояние в котором он пребывает по сей день смерть распад правит этим миром весь этот мир отдан в рабство к клинию все люди отданы в рабство греху грех живет в человеке и является его хозяином человек уже не может не грешить Иисус пришел для того чтобы дать человеку свободу для того чтобы человек уже сам мог принимать решение оставаться ему рабом греха или принять ту жертву которую принес себя Иисус на Голговском Христе принять кровь его которая очищает человека от всякой скверны от всякого греха Бог создал человека по своему образу частью этого образа является свобода и человек был свободен пока он не впал в грех грех поработил человека полностью но через Иисуса Христа через его жертву на кресте через его кровь человек вновь имеет эту свободу и перед человеком вновь стоит выбор оставаться ему рабом или принять эту жертву и стать свободным продолжать делать то что живущий в нем грех его научает или подчинить свою волю воле Божьей ибо воля Божья совершенна тогда и свобода наша будет совершенна этот вопрос стоит перед каждым и каждый должен его решить для себя сам вы только что просмотрели цикл бесед наука и Библия если у вас возникли какие-либо вопросы обращайтесь к нам в христианский научно-политический центр мы попробуем на эти вопросы ответить многие ответы вы можете найти в тех книгах и брошюрах которые издает и распространяет наш центр так я могу порекомендовать вам книгу всемирный потоп миф легенда или реальность в этой книге описан научный подход к всемирной катастрофе известный как библейский потоп говорится о том как он должен был произойти с точки зрения Библии и что об этом говорит наука рассказывается о разных существах существовавших до потопа и переживших потоп в том числе говорится о том существовали ли после потопа динозавры и существовали ли динозавры одновременно с человеком для детей которых эта тема скорее всего интересует более всего я хочу порекомендовать книгу загадочные и удивительные здесь описывается 20 различных живых существ в организме которых и в поведении которых мы можем наблюдать настолько интересные свойства что отпадает всякое сомнение в том что эти животные созданы по разумному замыслу никакая теория эволюционных постепенных изменений не может объяснить эти свойства также детям можем порекомендовать журнал творец этот журнал посвящен различным аспектам того как мы можем наблюдать природу нашего творца и его творение каждый номер журнала посвящен определенной теме в журнале также есть загадки головоломки карсворды тем кто серьезно озабочен проблемами науки медицины общества ведения их связью с религией и бездуховностью того кризиса который сейчас мы наблюдаем в этих сферах я могу порекомендовать сборник конференций человек христианское мировоззрение которое ежегодно проводится при участии христианского научно-аполитического центра здесь вы можете найти труды ведущих специалистов в этой области из России Украины Великобритании Соединенных Штатов ЮАР Австралии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...